Без лишних слов, дополнительных поправок, вопросов и обсуждений, депутаты в третьем чтении приняли бюджет Приморского края на 2017 год. При этом впервые денежные траты распланировали сразу на три года. В итоге главный документ Приморья на ближайшие 12 месяцев представили в следующих цифрах. Доходы составили свыше 80, а расходы более 90 миллиардов рублей. Дефицит бюджета превысил 6 миллиардов. Приоритетные направления в бюджете на 2017 год это здравоохранение, развитие культуры, транспорт и образование. На них пойдет более 70% от суммы расходов. Это примерно 60 миллиардов рублей. На этих направлениях депутаты законодательного собрания экономить точно не захотели. Например, за счет федерального бюджета на транспорт дополнительно выделили 3,5 миллиарда рублей. Добавят деньги к таким статьям, как здравоохранение, развитие культуры и образование. В итоге 13,5 миллиарда рублей у нас по доходам увеличился бюджет, по расходам увеличился более чем около 13 миллиардов рублей и немножко сократили дефицит. Больше всего денег в следующем году уйдет на социальную политику – свыше 24 миллиардов рублей. Далее образование – порядка 17 миллиардов. На здравоохранение предусмотрено более 16, а на культуру и спорт в сумме выделили около 3 миллиардов. Однако на поддержание, какого именно из видов спорта пойдут эти деньги, не сообщается. Меньше всего потратят на национальную оборону – чуть более 25 миллионов рублей. К слову, коммунисты принятым проектом остались недовольны. Сторонники Тайпартии еще на втором чтении призывали больше не финансировать строительство многострадального хаята на Корабельной набережной, на который в новой редакции бюджета запланирован миллиард рублей. В этот раз перед началом заседания около входа в администрацию края коммунисты устроили митинг. Однако при принятии проекта ни один из них не высказался. И документ был принят беспрекословно. В поддержку законопроекта проголосовали 25 депутатов. Против – 9. Между тем, следом за общим краевым распределением денежных средств приняли и бюджет Фонда медицинского страхования. Причем аналогично с предыдущим, без вопросов, предложений и замечаний. Бюджет фонда бездефицитный. Порядка 23 с небольшим миллиардов рублей. Это на миллиард больше, чем в году предыдущем. Также денежное распределение следующих трех лет рассчитано на национальную экономику, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и другие направления. Мы входим в Новый год с принятым надежным и социально ориентированным бюджетом. И я думаю, что мы сможем выполнить все те обязательства, которые на себя взяли. Как заметили депутаты, бюджет 2017 года остается все так же социально ориентированным. При этом в него включены зарплаты депутатам и непосредственно губернатору. Так, примеры расхода в будущем году на выплаты губернатору Приморского края превысят 4 миллиона, а вице-губернаторам которых в его аппарате 8 человек чуть больше 34 миллионов рублей. Ранее один из коммунистов предложил снизить выплаты народным избранникам в два раза, чтобы денег на край выделялось больше. Но его идея не нашла отклик у коллег. Ирина Мокрецова, Василий Косилов, Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok